20 причин начать петь. Приветствуем вас, зрители, дорогие наши подписчики, с вами Азбука Вокала и ваш канал Интересная Инфо. Пение – один из самых лучших и самых доступных способов снятия стресса. В процессе пения вырабатываются одновременно гормоны радости и гормоны антистресса. Вместе с этим, через звук голоса, мы освобождаемся от накопившегося негатива. Пение имеет мощные оздоравливающие действия на весь организм. Во время вокала мы используем все наше тело как музыкальный инструмент. Начинает работать и лучше снабжаться кровью большее количество мышц под сравнению с состоянием покоя. Развивается дыхательная система, улучшается работа сердца, нормализуется давление. Очень сильно повышается иммунитет. Пение помогает заземлиться, вернуться в состояние здесь и сейчас, снять тревожность. Пение помогает расслабиться, обрести гармонию и внутреннее равновесие. В основе большого количества медитативных практик лежит пение. Вспомните, например, мантру Ом. И это не случайно. Пение успокаивает вечно бегущий ум, убирает суету в мыслях. Пение помогает услышать и понять свои истинные потребности. Когда человек поет, он начинает осознавать свои глубинные эмоции, а также лежащие за ними потребности. Пение как процесс невозможно без подключения честных эмоций. А это ведет к более глубокому контакту с собой. Пение помогает раскрыть творческие способности, даже лежащие за пределами музыки. Во время пения возникают нейронные связи между теми отделами мозга, которые не соединяются между собой никакими другими способами. Пение развивает смелость самовыражения. Поющий человек постепенно привыкает быть в центре внимания и демонстрировать публике свои эмоции, переживания, транслировать свой опыт и свою уникальность. Пение развивает и усиливает харизму. Этот пункт является логическим продолжением предыдущего. Человек, который позволяет себе эмоционально проявляться на публике, обязательно со временем станет харизматичным. Пение развивает эмпатию и эмоциональный интеллект помогает сонастроиться с другими людьми. Не случайно один из самых древнейших видов психотерапии – это хоровое пение. Пение развивает навыки самопрезентации. Пение развивает лидерские качества. Пение раскрывает у мужчин мужественность, а у женщин женственность. Пение улучшает качество разговорного голоса. Пение улучшает артикуляцию и качество речи, в том числе и разговорной. Пение стимулирует активность мышц лица, поддерживая упругость кожи. Пение развивает музыкальный слух. Слух отлично развивается в любом возрасте благодаря нейропластичности мозга. А развивая слух, мы развиваем и омолаживаем мозг. Пение развивает восприимчивость к изучению иностранных языков, благодаря развитию координации между слухом и голосом. Пение дает опыт проживания разных ролей, расширяя диапазон личности. Каждая песня – это маленький спектакль с совершенно разными героями. Перевоплощаясь в них, мы примеряем на себя их личности и узнаем себя с неожиданных сторон. Пение дает неповторимое чувство внутренней свободы. Не случайно в моменты счастья мы восклицаем, душа поет. Можно пойти от обратного, начать петь и почувствуешь счастье. Ряд песен, особенно древние народные песни, несут сакральный смысл. Пропевая их, мы приобщаемся к мудрости предков, чувствуем силу рода и связь поколений. Пение – один из важнейших путей постижения духовного опыта. Все духовные традиции имеют свои песнопения и любое обращение к Богу связано именно с пропеванием молитвенных текстов. А какие вы еще знаете причины петь? Пишите в комментариях, там поговорим. Я буду счастлива, будто сама начала петь. Если вы поставите лайк прямо сейчас, подпишитесь на наш канал. С радостью примем вас в нашу дружную семью. Всем удачи и хороших песен, дорогие. Берегите себя и своих близких. Не обращаемся.